МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Я думаю, ни для кого не секрет, что билеты на самолет – вещь дорогая. И я не говорю сейчас о билетах за рубеж на отдых. Для многих передвижение внутри страны – это жизненная необходимость. И, конечно же, люди пытаются как-то сэкономить на перелетах, ищут бюджетные варианты. И, как вы понимаете, к этому тут же прилепились мошенники. Они научились продавать фейковые авиабилеты. В сети я наткнулся на одно интересное видео. Давайте посмотрим. Я сегодня должна была улететь к сыну на свадьбу. Но, как потом оказалось, я купила свои онлайн-билеты на сайте у мошенников. Это были мои последние деньги. Я не знаю, что мне делать. Я взяла билеты на сайте авиа... 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 ...ру. Я понимаю, что моя... моя поездка сорвана. Ну, может быть, можно еще как-то вернуть деньги. Может быть, кто-то сталкивался. Помогите мне, пожалуйста. Я решил, что к этой теме неплохо было бы подключить ребят. ТЕЛЕФОННЫЙ ЗВОНОК Борткова. Как ты понимаешь, сайт, на котором она покупала билеты, уже заблокирован, и отзывы по нему самые негативные. Мы написали в соцсетях, но там она не появлялась уже две недели. Да, а еще мы кинули клич в интернете, чтобы найти других пострадавших от этого мошеннического сайта. И нам написал мужчина Ярослав Синицын. И он утверждает, что он знает лично, кто создал этот онлайн-агрегатор. В общем, мы решили не терять времени, и Слава уже поехал с ним навстречу. Ну, молодцы. Взялись за работу основательно. Я думаю, все получится. До связи. До связи. Нам нужно проанализировать страницу Ирины, найти ее контакты, соответственно. И будем их искать через друзей в ее профиле, которые больше всего лайкают и пишут комментарии. Да, хорошо, я этим займусь. Они не супергерои, они обычные ребята. Просто они предпочитают действовать. Да ладно, тюрьмы. Руки убрал. Отпустили девушку, быстро. Что нам надо? Да чтоб вы в тюрьму сели. Вячеслав Василевский. Боец, шестикратный чемпион мира. Бесстрашный, целеустремленный. Селый. Да, отлично. Дарья Рубинская, журналист. Ну, давайте договоримся. Нет, мы не договоримся. Дерзкая, инициативная. Владимир Сарков, бывший морпех. У вас был выбор, на чьей стороне быть. Вы его сделали, поэтому отдыхайте. Жесткий, принципиальный. Вы паразиты, которые живут за счет людей. Мы объединились, чтобы вместе начать охоту на мошенников. Ой, спасибо вам большое. За счет вам. Охота началась. Ребят, я на месте, подключайтесь. Принято, подключаемся. Мы приехали к Ярославу. Это он откликнулся на наш пост и заявляет, что знает, кто автор и куратор мошеннического сайта. Будем выяснять детали. Ярослав? Да, Слава. Приветствую тебя. Здравствуйте, я вас ждал. Спасибо, приятно. Провожай. Куда? Ох, какой у тебя красивый кот. Мощный. Ну что, Ярик, не будем тогда вокруг да около ходить. Давай, рассказывай, что знаешь про этих подонков, которые создавали сайты, ну, из которых потом кидали людей. А в нашем деле каждая маленькая деталь имеет большое значение. Дело в том, что две недели назад мне написал мой бывший коллега, зовут Иван, он мне предложил подработку. Функционал был прост, мне надо было просто создавать сайты для продажи авиабилетов. Даже не понял, сайты или сайт? Да, вот именно сайты. Я, конечно, сразу согласился, я встретился с руководителем этой фирмы, зовут Кирилл. На встрече он мне все расспрашивал про мой характер, какой я человек, можно ли мне доверять. И он говорил, что Иван порекомендовал меня как хорошего и надежного специалиста. Ну, понятно, короче, почву пробивал, да? Ну, мне это еще тогда показалось очень странным. Он мне сказал, что ему нужен надежный проверенный человек. Но я сказал, что доверять не можно и стал уточнять детали этой вакансии. Они хотели подделывать известные сайты по продажам авиабилетов. Но я понял, что это мошенники, и я отказался от сотрудничества. Ну, тут и Иван меня сблокировал в соцсетях. Для работы в этой схеме мошенники привлекают людей из своего окружения. Потому что если взять людей со стороны, велика вероятность того, что информация сольется в полицию, и тогда схеме конец, и небо в клеточку, друзья в полосочку. Угу, согласна. И когда Иван понял, что Ярослав отморозился, он его просто заблокировал как ненужного персонажа. А, соответственно, Иван является соучастником аферы, и нам нужно на него выйти. Просто самоочевидность. Слушай, мне нужны контакты твоего бывшего коллеги Ивана и вот этого Кирилла, с которым ты встречался. Дело в том, что у меня нет их номеров. Мы чисто общались по переписке в соцсетях. А фамилию Ивана помнишь? Честно, нет. Мы в разных отделениях работали. Слушай, ну кто-то из бывших коллег нам может такую информацию предоставить? В идеале, знаешь, надо его фамилию, номер телефона, ну и адрес по месту регистрации, где он живет. Ну, это точно информация есть у менеджера по кадрам. Супер. Как мы можем с ней встретиться? В принципе, я с ней в хороших отношениях могу поехать и узнать. Мы можем прямо сейчас твой поехать к ней и узнать все данные об этом Иване? Ну, в принципе, чем черт не шутит. Но по пути надо захватить сладкого. Она очень любит. Ну, супер. Погнали. И сладкого захватим. А Слава-то красавчик. Смотри, прям по горячему идет. Да, согласна. Но я тоже вообще-то не промах. Да ты что? С чего вдруг? Потому что у меня есть номер телефона пострадавшей Ирины. Диктуй. 8909. 34. Вызываемый абонент... Молчит. Попробуйте позвонить, можете. А попробуй ее в мессенджер написать. Давай попробуем. Не знаю, что из этого получится. Билеты на самолет – вещь дорогая. И, конечно же, люди пытаются как-то сэкономить на перелетах. Купила свои онлайн-билеты на сайте у мошенников. Мы выяснили, что женщину с видео зовут Ирина Борткова. Мы написали в соцсетях, но там она не появлялась уже две недели. Мы приехали к Ярославу. Это он заявляет, что знает, кто автор и куратор мошеннического сайта. Мне написал мой бывший коллега. Зовут Иван. Они хотели подделывать известные сайты по продажам авиабилетов. Я встречался с руководителем этой фирмы. Зовут Кирилл. Мне нужны контакты твоего бывшего коллеги Ивана и вот этого Кирилла. Ну, это точная информация есть у менеджера по кадрам. Ну, супер, погнали. Несладко захватим. База, прием. Ау, вы что там, уснули? На связи, Слава. Все нормально, мы здесь. Это радует. Давайте подключайтесь, мы уже на месте. Добро подключаемся. Все, Ярик, погнали. Я детально изучила признаки мошеннических сайтов авиабилетов. Первое, если онлайн-сервис предлагает вам билеты дешевле на 20, а то и на 50 процентов, чем у конкурентов, это повод насторожиться. Второе, поищите и почитайте отзывы о сайте в интернете. Чаще всего люди оставляют их, когда они чем-то недовольны. В любом случае, если комментариям уже несколько лет, это значит, что компания на рынке не новичок. А это повод расслабиться. В принципе, ничего нового, но, зная все эти нюансы, можно избежать неприятностей. Ирина Александровна. Да, ребята, уже вовсе. Здравствуйте. Здравствуйте. Ой, я тебя рада видеть, дорогой мой. А это я с ним. А, ну, добрый день, я поняла. Это вам. Спасибо. Это мои любимые. Какими судьбами. Соскучился, наверное, за нами. Как ты? Да, все по-старому. Дом, работа. Вот. Я вам по какому вопросу-то обшел? Помните Ивана из отдела снабжения? У вас же хранятся его личные дела. Да, ну, что тебе это? Елена Александровна, давайте я представлюсь. Меня зовут Слава. Наша команда охотится на мошенников. Может быть, видели программу на телеканале Че. Так вот, есть подозрение, что вот этот ваш бывший сотрудник Иван, он наглый аферист, который обманул не один десяток людей, продавая свои фальшивые авиабилеты. И нам очень надо его найти. Ну, очень-очень нужно. Ну, было дело с ним. Слава Богу, мы избавились от него. Ну, ребята, это противозаконно. Я не имею права вам не давать никаких действий, никаких, никакой информации. Елена, понимаете, если вы не дадите, мы не получится его найти. Поэтому тут очень нужна ваша помощь. Честно. Ну, сейчас я посмотрю, что у меня есть. Иван, да, Иван, 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 Иван Филимонов. А, телефон? Нет, ребята, это противозаконно. Да не даст мне никакую информацию. Слава, сделай вид, что тебе плохо. Попроси ее помочь или пусть принесет воды, ну, что-нибудь. Короче, нужно, чтобы она выбежала из офиса. Если сработает, сделай фото базы данных. Ну, это крайняя мера, но... Посмотрим. Ты ответственна за утечку информации, понимаете? Слушай, а что случилось? Слава, как ты? Что с тобой? Воды, воды, воды. Вот здесь вода. Кожа она... Давление, похоже. Сейчас я принесу. Сейчас я принесу. Подождите. О-о-о. Посмотри, чтобы она не шла. Ну, ты артист. А я повелся уже. Давай. Шухер. Вячеслав, как вы себя чувствуете? Вот я принесла водичку. О-о-о, спасибо. Уже лучше сюда. Давление скакало, походу. Ну, присаживайте. Ярик, давай вызовем скорую. Не надо, не надо, не надо скорую. У меня бывает такое. Бывают такие моменты. Ну, вы меня напугали. Ну, давай, пей водичку. Пей, пей, пей водичку. Ярик, ну, давай вызовем скорую. Ну, я вижу, человеку было плохо и упал. Не, Ирина Оксана, ну, я уже отпадем. Отлично. Слава, молодец. У нас на Ивана теперь целое досье есть. Подожди. Спасибо вам за то, что... Ирина ответила. Пишет, что молчала, потому что была сильно загружена. Теперь может встретиться. Кстати, она преподаватель английского языка и предлагает встретиться у нее на работе. Я поехал? Окей, Володя. Да, да. До свидания. Ярик, пока. Ну, что, Ярик, тебе спасибо, что помог нам. Оставайся таким же неравнодушным чуваком. А, ну, если что, нужна будет помощь. Я всегда готов. Договорились. Действительно, все в команду. Давай, будем на связи. Давай. Слава, выйди на связь. На связи, Даша. В общем, Володя поехал встречаться с женщиной с видео из аэропорта. А тебе нужно поехать к Ивану. Нужно проверить, действительно ли он живет по этому адресу, который в анкете указан. Да уже еду. Повешу камеру в подъезде и буду караулом. Отлично, хорошая идея. Так ты не спалишься, а нам это может пригодиться. Вот именно, сразу поняла мою мысль. На связи. На связи. ИНТРИГУЮЩАЯ МУЗЫКА Слава, по-моему, Иван нарисовался. Да, Даша, судя по фотке из личного дела, это действительно он. Ну, вылитый он. Ну, все, я сажусь ему на хвост, никуда он не денется теперь. Давай. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ИНТРИГУЮЩАЯ МУЗЫКА Даша, подключайся, я на месте. Хорошо. Володя приехал на встречу с Ириной. Наша цель – выяснить, как именно мошенники кинули женщину при покупке авиабилетов. Возможно, они оставили какие-то следы, что для нас было бы очень кстати. Ирина, здравствуйте. А, да, здравствуйте. Я Владимир. Да, я вас ждала. Да, он самый. Да, проходите. Да, присаживайтесь, присаживайтесь. Ирина, скажите, как вы попали в лапы к мошенникам? Ну, в общем, Женька – мой сын. Он уже семь лет живет в Сантьяго, это Чили. Два месяца назад он мне сообщил, что собирается жениться. Побеседовали с ним, решили, что я все-таки приеду к нему на свадьбу. Он предложил денег выслать. Я сказала, что обойдусь, сами понимаете, детей свадьба. Ну, да. Я ищу тут. Поэтому у меня стояла задача взять недорогие билеты. В принципе, билеты мне обошлись в оба конца. 90 тысяч рублей оплатила. После этого мне на почту пришли вот эти вот как раз билеты. Я со спокойной душой стала собираться. Даже ни о чем не думала. Я узнала о том, что у меня липовые билеты оказались только, когда подошла к стойке регистрации. Оказалось, что у меня нет ни в списках пассажиров, у меня нет даже в базе. Конечно, я сразу начала звонить. Круглосуточную службу поддержки там тихо, абсолютно тишина. И тут, кстати, еще вот такой момент. Буквально через два дня у меня произошло списание с карты. И еще буквально через три минуты произошло еще одно списание на 15 тысяч. Потом еще одно, буквально там шесть или семь минут. И там уже не произошло списание, потому что мне не хватило денег. Они там закончились. Я позвонила сразу в банк, заблокировала карту. И тут выяснилось, что с моей карты расплатились в интернет-магазине. А СМС-сообщение приходило вам на телефон? Нет. Именно поэтому я даже и не подумала даже ни о чем таком. Я слышала, что говорят, что бывают такие ситуации, когда... Мало того, что аферисты всучили Ирине липовые авиабилеты, так они еще и в интернете покупки делали, используя данные ее карты. Просто цинично. И, кстати, будьте аккуратны, потому что в некоторых онлайн-магазинах можно оплачивать заказ без СМС-подтверждения. Я, к сожалению, потом гораздо позже посмотрела на сайте отзывы и поняла, что все это обман, все это липа. Знаете, что самое обидное? Не то, что я потеряла деньги, не то, что я лишилась билетов, но то, что я не попала на свадьбу к своему сыру. Понимаете? Ирина, вы успокойтесь. То, что они уроды, это однозначно. Мы их найдем, так что будьте спокойны. Господи, в моем возрасте, с моим жизненным опытом быть такой идиотки. Так, Ирина, вы не волнуйтесь. Мне нужен номер телефона, по которому вы связывались с СМС-поддержкой. Нужна страница сайта и адрес электронной почты, с которой вам приходили билеты. Есть у вас? Да. Отправьте сразу на мой номер телефона, он у вас есть. Хорошо. Все, давайте. Отлично. Все, информация у нас. Мы ее проверим обязательно. Как только будут новости, я вам сразу сообщу. Спасибо. Главное, не волнуйтесь. Все будет хорошо. Спасибо. Даша, на связь. Еду к тебе. Как там у Флавы? Слава пасет Ивана, а я жду тебя в штабе. Отлично. Билеты на самолет – вещь дорогая. И, конечно же, люди пытаются как-то сэкономить на перелетах. Купил свои онлайн-билеты. На сайте у мошенников. Мне написал мой бывший коллега. Зовут Иван. Они хотели подделывать известные сайты по продажам авиабилетов. Мне нужны контакты твоего бывшего коллеги Ивана. Ну, ребята, это противозаконно, я не имею права. Сделай вид, что тебе плохо. Ты что? Слава. Молодец. У нас на Ивана теперь целое досье есть. Слава, мой мой Иван нарисовался. Ну, все, я сажусь ему на хвост, никуда он не денется. Ирина ответила. Теперь можно встретиться. Буквально через два дня у меня произошло списание с картой. Так они еще и в интернете покупки делали, используя данные ее карты. Ребята, подключайтесь. Иван стреляется с каким-то типом, общается на повышенных тонах. Подключаемся. Дима, это подстава. Мне нужен человек на телефон, я же тебе говорил. Ты сказал, я помогу. А теперь что, ты сливаешься? Где мне теперь человека искать, объясни мне. Слушай, ты обещал банки нормальные платить. А что по итогу? Я за копейки работаю не буду. Слушай. Скажи, а вот ты когда в Москву приедешь, кто тебя приютил? Чьей древней ты сходи на хрчич, брат, объясни мне. Фонар поумеет, приютил он. Потише заговори, Павел. Нормально все. Отъявление дай в интернете. Нужен оператор групп-центра, чтобы заварить лохов по телефону. Нормально тебе? Откликнулся, в погону маленькой тележки. Закрыг руку. Ты что, скажи мне, у тебя что, крышляк совсем рван? Не говори, это Барша с Кирюшей делали. Я соскакиваю. Короче, давай два. Все, я пошел. Дел много места. Так, все. Двой. Деловой он, деловой, а. Судя по разговору, Дима подельник Ивана. Бывший подельник. Когда-то работала с ним, а теперь решил слиться. Слушай, а что если нам внедриться в эту аферу? Да ты что, людей с улицы-то они не берут. Ну, а мы будем не с улицы. Дима нас туда и устроит. А что эта идея? Слава, надо брать этого Димова, вести его в теплое укромное место. И заставить предложить Ивана кандидатуру Даши вместо себя. А ты, Барик, это неустойка. За то, что ты меня кинул. Ну, ты кого разводишься, что я сам кого-то еще раздеку. Так, все. Все, что ты заработал, я тебе отдал. Давай, до свидания. Слушай, но Ивана тоже нельзя опускать из виду. Ребят, прием. Берите на себя Ивана и продолжайте за ним следить. Принцы, наблюдаем. Слушай, дружище, подожди. Некогда. Подожди, подожди, пообщаться надо. Подожди, подожди. Разговор есть с тебе серьезный. И что? Прямо времени нет. Слушай, а как ты думаешь, обманывать и кидать людей на бабки, это нормально? Я вот считаю, что это неправильно. Сиди. Подожди, мы еще не договорились. Слушай, он что-то выбился, походу. Слабенький совсем. Помоги, оттащим его в тачку. Давай, давай, завтра, завтра. Итак, птичка в клетке. Да главное, чтобы аферист пошел с нами на сделку. Пусть попробует отказаться. О, Феликс прислал информацию о номере телефона, который тебе Ирина дала. Зарегистрирован на Ларису Петрову, 51-го года рождения. И также на ее имя числятся еще 10 активных сим-карт. Ммм, поставное лицо. Не удивлен. А сайты почты есть? Ммм, домен зареген не в России, а почта оформлена на тот же серый номер. Хмм, осторожные сволочи, не прокалываются. Давай, пошли. Ну, тебя. Ты знаешь, куда? Куда? Все, пришли. Че смотришь? Ты че, ребят? Яму копай себе. Да хорош, ну, че. Мопату, ну, хватай яму, копай себе быстро. Че ты встал, как штаны наложил? Хорош, вы че, блядь. Давай, я тебе говорю. Ты че, блядь, что ли? Не нужны. Давай, деньги дам сколько? Какие деньги? Какие деньги, придурок? Хорош, вы че, ребят? Давай, выкладывай. Какое ты место занимал в этой конченной схеме своих дружков? Ивана и Кирилла? Че там делал-то? Я на звонках сидел. Я только на звонках. Они все сайты, эти поддельные, создали для продажи билетов. Это они все придумали. А ты че такой белый, пушистый, да? Я ничего не делал, вообще не в теме был. Мне клиенты звонили. Мне только клиенты звонили, я анкеты им отправил. Нет, ну ты слышала? Ни при чем он, урод генетический. Знаешь, порой мне кажется, что аферисты сами верят в то, что они действительно ничего плохого не сделали. Ну подумаешь, людей на деньги разводил. Ну не убивал же. Да он просто хороший актер. Посмотри на него. Короче, придурок, я тебе дам шанс. Бери телефон. Это твой телефон, че ты? Бери телефон, звони своему конченому другу Ивану. Извиняйся, ты говоришь, как знаешь, в таких слезных сериалах. Ну ты же в уши дуть умеешь. Мне тебя учить, что ли? Звони и говори, что вместо тебя сейчас будет девчонка. Такая проверенная, она все готовая. Короче, понял? Надежная. Звони. Звони давай. И громкую поставь. Че тебе надо? Вань, Вань, здоров. Слушай, это, прости, пожалуйста, порамсили с тобой за зря. Я извиниться, звоню. Тебе все-таки с первого класса вместе. Не хочется так на плохой ноте заканчивать дело. И че? Да, слушай, у меня девочка есть одна знакомая. Она, в принципе, проверенный человечек. Она может за меня поработать. Если что, она поработает, а ты мне потом должочка отдашь. Ты че, в берега попутал, что ли, а? Это ты мне должен, тебе, Лена. Да, хорош, ладно тебе. Ну, поработает она, вместо меня поработает. Проверенный человечек. Она, вон, на че лохов разводила, на бабки большие. Нормально все. Вон, кидаем ее телефон, короче. Встречусь, посмотрю. Да, хорошо, сейчас, сейчас скину, да. Давай записывай телефон. 88. Зовут Даша. Все, скину. Слушай, если это дебил только догадается о нашем разговоре, то виноват, будешь ты, понял? Я тебя тут закопаю. Понял, понял, все. Все, я ничего, я ничего не скажу. Я могу идти, ребят? Нет. Паспорт доставай. Зачем? Паспорт доставай. Мне повторить? Открывай. К морде своей подноси его. Можешь улыбнуться. Это что, тебе не весело, да? Ну, что ты стоишь? Давай, вали отсюда тогда. Пока я не передумал. Ну вот, Паша. Даже лопата с топором не понадобилась. Отлично сработано. Осталось дождаться звонка Ивана. И новая работа у тебя в кармане. Надеюсь, я им подойду. Билеты на самолет – вещь дорогая. Купила свои онлайн-билеты на сайте у мошенников. Буквально через два дня у меня произошло списание с картой. Так они еще и в интернете покупки делали, используя данные ее карты. Мне написал мой бывший коллега, зовут Иван. Они хотели подделывать известные сайты по продажам авиабилетов. Отлично. Слава, молодец. У нас на Ивана теперь целое досье есть. Класс, а мама Иван нарисовался. И все, я сажусь ему на хвост, никуда он не денется. Дима, это подстава. Мне нужен человек на телефон. А что, если нам внедриться в эту аферу? Проверенный человечек. Она на *** лохов разводила. Кидаем в нее телефон, короче. Встречусь, посмотрю. Осталось дождаться звонка Ивана. И новая работа у тебя в кармане. Надеюсь, я им подойду. Слав, ну, давай уже подключайся. Сейчас мне еду принесут. Вот. Я, кстати, та самая девушка, которая не ест после шести. Пожалуйста, Ваше. Спасибо. Спасибо большое. Знаешь почему? Потому что жрет после семи. Даша, приятного аппетита. Так, ребят, внимание, Иван уже на парковке сейчас зайдет. Иван все-таки позвонил Даше и пригласил сегодня на встречу в кафе. А мы решили добавить небольшой фокус. И для его осуществления Даша убедила Ивана увидеться именно в нашем кафе. Это заведение моего товарища. И он в курсе событий. А Володя сыграет администратора заведения. Привет, Иван. Привет. Иван. Ну, присаживайся. Так, а ты не хочешь ничего перекусить, потому что я очень голодная, и я буду есть. Не против? Нет, нет, нет. Ты кушай, у меня мало времени. А вот кофе я бы выпил. Кофе прекрасно. Слушай. Будьте добры, один капучино. Сироп, корица. Все по классике без корицы. Хорошо. Спасибо. Давай, рассказывай. Веди меня в курс дела, потому что Дима мне рассказал крайне мало. Ну, чуть-чуть о вакансии. Нет. Это ты расскажи. Чем занималась, где работала. О себе немножечко. Небольшой, так скажем, резюме. Да, окей, не проблема. На самом деле, где я только не работала. Последнее место работы было... Ваш кофе. Спасибо. Спасибо большое. Последнее место работы было магическим. Кол-центр. Минута разговора. 400 рублей. Собственно, на этом кол-центре зарабатывал. А я рассказывала всяким там женщинам, ну, что у них винить безбрачие, бесплодие. Вот это вот все бла-бла-бла, порча и так далее, так далее. Да. Ну, люди верили? Я тебя понял. Слушай, в общем, у нас схема примерно такая же. Через пару дней мы запускаем сайт по продаже авиабилетов. Супер. Идем в контекстную рекламу. Нам нужен человек в офис отвечать на звонки, принимать заявки, помогать клиентам с отправкой формы. Собственно, билеты у нас на порядок дешевле, чем у официального продажащика. К недостаткам клиентуры проблем тоже не будет. И самое важное, с каждой сделки твои 10%. Мне подходит. Отлично. Ну, билеты же липовые. С чего ты взяла? Нет, конечно. В смысле, настоящие? Что? Ты бы видела сейчас свое лицо. Конечно же, это липо. Господи. Но выглядят как настоящие. Вот ты. Слушай, Димка рассказывал, ты с мужиками в интернете знакомилась, на бабки их разводили. А, ну, было дело. О, вот так, да? А с Димкой где познакомились? Мы с ним познакомились в компании общих друзей на отдыхе. А он рассказывал, что в Сочи на пляже. Ну, так в Сочи на пляже, на отдыхе, в компании общих друзей познакомились. Чего? Я так и думал, что ты мне врешь. Как некрасиво. Димка в Сочи никогда не был. Да? Очень жаль. Не повезло ему, конечно. Действительно, жаль. Слушай, а... Ладно. Да, врать, конечно. Ладно. 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 Мы познакомились с ним в интернете, окей? Мы любовники. А что сразу ты не сказал, а? Не сказала, не сказала. А мошенник, конечно, ушлый тип. Но Дашка тоже молодец. Выкрутилась. Для дела, в принципе, это хорошо. Но мне врать не надо. Хорошо. Больше не буду. Это ты хотела услышать? Что? В том числе и это. К слову. В общем, так. Короче говоря. Так. У нас есть еще несколько кандидатурных. Это пока это все. Мне нужно с ними встретиться, пообщаться. Потом мы с напарниками все обсудим. И дадим тебе ответ. Хорошо. Хорошо. Буду ждать я тебе информацию. Ну, тогда, собственно, что? Попросим в счет? Позовем официанта? Да. Нет, подожди, подожди. Что? Ты? Ты что делаешь? Тихо. Молодой человек. Принесите мне дверь. Я хочу уйти. У меня в салате таракан. Это вообще как? В порядке вещей у вас? Может, я что-то не знаю? Что ты вылупился? Зови администратора. Да, сейчас. Ты что ходишь? Ты что, беден? Под играй мне. Странный такой. Под играй. Здравствуйте. Чем могу помочь? Администратор Владимир. Скажите, пожалуйста, у вас вот шеф-повар в блюда европейской кухни какую-то нотку Азии вносит? Кошмар какой. Так, повара ко мне в кабинет. Салат заменить. Я думаю, мы сможем как-то урегулировать наш общий конфликт. Я не знаю, как мы сможем урегулировать таракана в моем салате. Секундочку, внимание. Объезд за счет заведения и салат для вас сделают самый свежий. Ладно. Ну ты, блин, конечно, красотка, красотка. Пять баллов просто. Ты всегда так уж наешь. Нет, не всегда, конечно. Ну, что, почему бы? Почему бы? Прошу прощения. Пусть эта бутылочка шампанского станет комплиментом от нашего заведения за... Прекрасно. Эти неудобства. Хорошо. Спасибо большое. Хотя бы стресс запись. Слушай меня сюда. Сегодня вечер жду тебя у нас в офисе. Адрес скину. Времени больше нету. Я все, что надо, уже увидел. Замечательно. Ты супер. Да. Ладно. Все, пока-пока. Раду пообщаться. Пока. Да, все нормально. Нет никаких тараканов в салате. Все в порядке, все хорошо. Кушайте, заказывайте. Очень вкусно, между прочим. Это розыгрыш. Билеты на самолет – вещь дорогая. И, конечно же, люди пытаются как-то сэкономить на перелетах. Купила свои онлайн-билеты на сайте у мошенников. Буквально через два дня у меня произошло списание с картой. Так они еще и в интернете покупки делали, используя данные ее карты. Мне написал, мой бывший коллега зовут Иван. Они хотели подделывать известные сайты по продажам авиабилетов. Я встречался с руководителем этой фирмы. Зовут Кирилл. Ты что? Слава. Эй, как ты? Что с тобой? Отлично. Слава, молодец. У нас на Ивана теперь целое досье есть. Дима, это подстава. Мне нужен человек на телефон. Я же тебе говорил. Звони своему конченому другу Ивану. Проверь мне человечек. Она вон на ч... лохов разводила. Мы запускаем сайт по продаже авиабилетов. Слушай меня сюда. Сегодня вечер жду тебя у нас в офисе. Адрес скину. Мы подъехали к офису мошенников. Даша уже там. Осваивает новую должность. Ребят, прием. Говори, Даша. Короче, на них работает... На них работает еще одна баба, которая ведет два сайта по поиску авиабилетов. Звонки идут со всей страны. И сейчас она будет обучать меня, как обманывать людей. Поэтому будьте на чеку. Даша, удачи. И будь осторожна. Все, мне уже пишет Иван, зовет в кабинет. Ну что так долго-то? Я же хотела в офис соседний бежать. Да. Ты новенькая? Я новенькая, да. Я Даша. Лида. Проходите, пожалуйста. Я думала, ты там мантру читаешь. О, да. Почти, почти. Территорию мяча. Ну что, заходи. Спасибо. Так, садись, да. Сейчас Кир должен подойти. Пройду, может? Ну, может. Давай. Опа! Супер. Так что пока ждем. Так, извини. Что? Да, я сейчас поговорю. Сейчас соберусь. Конечно. Алло. Да, я. Ага. Так, у нас в наличии два телевизора марки... Диагональ 43 дюйма. Нет-нет, все абсолютно новые, в коробках, запечатанные, со всей документацией. Да, конечно, конечно. Ну, походу, Ваня отвечает за продажу техники, которую они покупают в интернет-магазинах, от имени владельцев банковских карт. Да, спасибо. И вам. Всего доброго. Кир. Здорово. Как раз вовремя. Хорошо. Да? Да. Все нормально? Давай. Давай. Давай, 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 сейчас собирайся. Сейчас, петух, надо пока. А вот и Кирюша, бессменный руководитель этой конторы. Да, вот этого чепушил и выцепили. Отлично. Ну, миновало. Так, все, пруду, пойдем, короче. Пойдем посмотрим, что вам залили. Саша. Мой начальник Кир. Здравствуйте, очень приятно. Привет. Наслышан о твоем перформансе в кафе с тараканами. Знаешь, здесь не будет тараканов, пистолетов. Только телефон и твой талант. А тебе потребуется грамотная, вкусная речь. Человек должен понимать, что это серьезная организация, которая поможет ему с покупкой билетов. Да, по телефону нужно вызвать доверие. Безо всякой этого причины. Понятно. Ну, это расплюнуть? Ну, народ любит халяву, как известно. А цены на билеты у нас ниже, чем в реальной полеокассы. В день сможешь спокойно приносить в кассу и 300 тысяч, а можешь и 750. Лида однажды за день миллион принесла в кассу. За день? Всего лишь за день? Миллион? Не, ну ты представляешь, миллион. Это сколько людей она обманула. И как же и спится-то после такого? Отлично спится, сладко спится. У нее совесть отсутствует по определению. Это да. Ну, все. Я могу идти? Да, иди, я с вами буду изучать. Спасибо. Давай, Адася. Денег, которые вы не сволочи, не откупитесь потом. Так. Это я. Снова я. А, да, Адаш, заходи. Ага, спасибо. Ой, как у вас тут классно все, прекрасно. Ну да. Столько папок, столько документов. К работе первого года. Ну, бери стульчик, садись ко мне поближе. А, точно. То есть ты все посмотрела, увидела. Согласна. Мне нужно все видеть. Вы правы, абсолютно правы. Значит, смотри. Так. Сейчас. Вот это вот форма для ввода номера карты клиента. Угу. Ты им ее отправляешь на электронную почту. Угу. Платеж поступает на специальный наш счет. Угу. Ну, а потом ребята просто вводят деньги по разным счетам. Угу. Все. А как с билетами понять реальную стоимость? А, ну, с билетами вообще просто. Тебе звонит клиент, ты смотришь реальный вылет и стоимость. Ну, а клиенту говоришь, наверное, 20-30 процентов меньше. Ну, тут легко и просто. Все, поняла? А вот тебе лайфхак. Как выглядят типичные мошенники. Прям психологический портрет афериста. Согласен. И работают все они по одной накатанной схеме. А Кирюша всем рулит. Конечно. Спасибо большое. Итак. О, давай, заходи. Здоров. Здоров. Так, полтинник. Сейчас. Помочь можно? Да не надо. Это тебе, наверное, сказать, помочь надо будет. Слушай, красота. Отлично, отлично. Да, вот смотри, он запечатан. Да, да, да. Слушай, а может, что есть еще по хорошим салонтам? Слушай, ну, вообще, что есть еще? Есть еще пять микроволновок, есть еще три телевизора. Вот, ну, и так по мелочи. Там электрочайники, фен есть, кухонный комбайн есть. И, кстати, скоро ждем новое поступление. Супер. Слушай, ну, я буду иметь в виду, это мне, да, питанца? Да, 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 тележки, пожалуйста. Здесь. Так, ясно, перекупщик за телевизором приехал. Отлично. Сейчас я продажу техники, купленные, заворованные, бабки запишем. Супер. Отлично. Пять. Так, здесь все хорошо. Ты уверен, что тебе не надо будет? Если дверь откроешь, будет круто. Открою, будет. Давай. Ну все, давай, бывать. Спасибо. Будь здоров, пока. Ну все, материалы выше крыши. Надо с ними заканчивать. Стоп, лов. Даш, мы идем, откроешь нам дверь. Сейчас поиселимся. Давай. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА 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 Тебя что, хорошим манером не учились, что ли? Я тебе сейчас самого хорошим манером. Тормози, тормози, не надо. Тебе-то точно не надо. Я тебе говорю... Не надо. Отлично! 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 Все, все, все! Сволочи! К сожалению, на авиаперевозке всегда высокий спрос. А значит, вместо этих упырей могут появиться новые. И чтобы не попасть в такую историю, запомните главное. Покупать авиабилеты нужно только у проверенных, у надежных поставщиков услуги. И, кстати, таких сайтов не так уж много. И не забывайте, любой авиабилет можно проверить в интернете напрямую у перевозчика. Я понимаю, это немножко дороже. Но зато надежнее и деньги не потеряете. Отпустили! Давайте, двигайся! Двигайся! Это что? Давайте, вы просто, спокойно! Миро, пошел! Миро, пошел! Второй, пошел! Третий, пошел! Так, флешку для полиции. Все, уходим. Третий, пошел! Третий, пошел! Продолжение следует...